Украинские узники российских тюрем. Что с ними происходит? Как можно содействовать их освобождению? И каковы должны быть действия украинских властей после того, как люди возвращаются из заключения. Мы сегодня пригласили в нашу студию Юрия Яценко. Здравствуйте, Юрий. Одного из тех, кто провел месяц, год, можно сказать, 8 мая 2014 по мая 2015, насколько я помню, находились в заключении в Российской Федерации. Так что Юрий один из тех, кто сам знает, что такое российская тюрема для украинского гражданина. А сейчас он специальный представитель Министерства иностранных дел Украины по вопросам освобождения политзаключенных в России. Итак, Юрий, хотелось бы, во-первых, спросить у вас, прошло больше уже полутора лет после того, как вы были освобождены, и как вы себя ощущаете после вашего заключения? Я хорошо помню, что это был непростой, я бы сказал, такой этап в вашей жизни. Были физические проблемы, да? Вы наносили себе сами увечья, если я не ошибаюсь? Да, приходилось. Приходилось резать себе вены для того, чтобы остановить пытки. И так получилось, что мне легче было резать вены, резать живот, чем терпеть эти издевательства. И, по крайней мере, я таким образом сохранил свое здоровье и дал о себе знать внешнему миру. Поскольку только когда я себе перерезал вены, я сказал, что не дам себя зашить, пока мне не дадут телефон перезвонить домой. И, к счастью, они пошли на мой ультиматум и дали мне телефон. И после этого такого довольно жестокого акта ко мне пытки уже не применялись и ко мне обратилось внимание международной общественности и украинской власти. Скажите, вот мы и Радио Свободы, и другие средства массовой информации писали о вашем деле, о вашем освобождении. Вот что происходило после того, как вас освободили? Первым делом меня встретили много журналистов. Я был в шоке от того, что только я выхожу из заключения, из поезда, я впервые увидел небо за год, потому что я был в камерном режиме. И первое, что довелось делать, это давать интервью, собраться с мыслями и давать интервью. Потом пресс-конференции и интервью я давал с периодичностью несколько интервью в месяц или даже в неделю. Я поставил себе за цель максимально рассказать миру, что происходило со мной и по своему примеру показать, что происходит с другими политзаключенными и каким именно образом ФСБ, Кремль фабрикует дела. Вы вообще поняли, почему вы оказались в этом заключении? Ведь сотни тысяч украинских граждан пересекают российско-украинскую границу, работают в России, живут в России. Почему именно вас выбрали? Я думал именно по этой логике, что сотни тысяч украинцев ездят в Россию и нет никаких проблем. Тогда вообще о политзаключенных мало кто говорил. Я даже себе представить не мог, что в 21 веке меня студенты юридического факультета могут просто закрыть. И то, что я учил на протяжении пяти лет гарантии прав человека, разнообразные международные документы, подписантам которых есть и Россия, они вообще не функционировали. И я просто не мог поверить, что это может происходить, тем более со мной. Ну вот, после того, как вас освободили, вы не пытались добиться от российских властей какого-то хотя бы юридического объяснения, происходившего, реабилитации юридической? Нет вообще у вас такого желания? Первое и довольно такое пытался, но вопрос в деньгах. Кто будет финансировать адвоката? Когда я был в России в тюрьме, родители, друзья собирались с миру по нитке, как говорят, со студентов, с однокурсников, с одноклассников, с международных организаций. И все скидывались на адвоката, потому что независимый адвокат очень дорогой. Когда я приехал в Украину, я был уже освобожден, я дали, старался, хотел подать высшестоящую инстанцию, но банально не хватает денег на адвоката, чтобы подать в Верховный суд после апелляции. Ну, кстати, может быть, нашу программу увидят какие-то ведущие российские адвокаты, которые занимаются этими делами и захотят поучаствовать в этом процессе. И найдут деньги на свою работу. Хотя я думаю, что на самом деле сейчас, конечно, понятно, что адвокаты нужнее тем, кто остается в заключении. Да, и поэтому я не стараюсь обращаться к тем фондам, которые и так помогают политзаключенным, хотя формально я обратился к ним. А скажите, а вот что можно сделать для тех людей, которые находятся в российских тюрьмах с украинскими паспортами? И Россия, естественно, никакими политзаключенными их не считает. Мы сможем называть политзаключенными, но с точки зрения российского правосудия, вы обыкновенный уголовник. И все остальные обыкновенные уголовники, которые просто совершили преступление, а их украинские паспорта дают им возможность давить на российское правосудие. И вообще добиваться проговоров, на которые российские граждане не могли бы рассчитывать. Можно же так на это посмотреть. Абсолютно. Первым делом я посоветую обращаться к правозащитникам, которые занимаются этой сферой, и к украинскому государству. Уже наработаны некоторые навыки украинского государства, алгоритмы, каким образом действовать в этом направлении. Да, вас включат в список политзаключенных, да, о вас будут стараться сообщать всему миру, но, как мы видим, освободили всего лишь 6 человек. А когда меня отпустили, в заключение было 12 политзаключенных, сейчас их 44, а освобождено всего 6. То есть Россия не боится, и я советую не ездить и не попадать в эту ситуацию, то есть не ездить в Россию. А если уже попали, то стараться всяким образом передать информацию внешнему миру, действовать только опираясь на логические аргументы, то есть не давать никаких показаний, нанимать независимого адвоката и сообщать украинскому МИДу. Ну, вы понимаете логику того, как вот эти люди задерживаются именно на территории России? По-моему, логика случайная. То есть логики я не понимаю. Я думаю, задание такое, дают указание отловить такое количество человек, такое-то, и следственные органы уже работают. Другой момент, может быть заданием, может быть просто следователь тот или иной хочет выслужиться перед властью. Да, в российской власти есть желание создать с украинцев образ врага, чтобы оправдать гибридную войну в Украине, и чтобы международной общественности показать, какие украинцы опасны. Вот недавно слышал сообщение от властей России, что в Крыму активизируются украинские диверсионные группы. Так что будем ждать, к сожалению, наверное, новых политзаключенных. А вам не кажется, что это все-таки разные правовые режимы? Задержание людей в Крыму – это один правовой режим, задержание людей на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей – другой. А задержание людей на территории, собственно, России, международно признанных границах – это все-таки некая иная ситуация. Я и правозащитники, и МИД объединяют людей, задержанных в Крыму, и людей, задержанных на территории России. Если мы говорим о так называемых ДНР и ЛНР, то там уже более действуют минские договоренности, хотя бы теоретически Россия признает, что их надо обменивать по минским договоренностям. Там же Россия говорит «нет, это наши уголовники». И тактика действий должна быть иная, и мне кажется, украинская власть не до конца сама знает, каким образом освобождать этих людей. То есть это новый вызов для страны, и он нелегкий, потому что ключи от тюрем на стороне России. Ну вот ваша эта общественная нагрузка специального представителя Министерства иностранных дел, она прояснила вам возможность задействования государственных механизмов в данном случае, или наоборот все стало еще запутаннее и сложнее? Ну, скажем, из последних заявлений украинской власти, они есть открытыми. Украина предложила обменять 200 людей, ну около 200, больше 200 людей, которыми интересуется ДНР и ЛНР, на 40 наших украинцев. Но это на Донбассе. На Донбассе, но они не согласились, они даже не ведут по этому поводу переговоры. Также, если говорить о российских политзаключенных, Путин, Россия, они хотят менять людей не на людей своих, которые тоже есть в Украине, а на политические уступки со стороны Украины. И с этим нужно быть очень осторожным, потому что в информационном пространстве Украины создается такая видимость, что украинская власть ничего не делает, она забыла своих людей, а Россия требует только политических поступок. Поэтому я категорически против того, чтобы менять людей на политические поступки, которые ударят по интересам всего государства, за что умерло тысячи украинских людей. Хорошо, но тогда какой метод освобождения? Тогда получается, что эти люди могут находиться в тюрьме до бесконечности, столько, сколько это надо в Москве? Я думаю, надо использовать этот момент, потому что права человека это есть универсальная ценность для цивилизованного мира, и не важно где они нарушаются. И Россия есть подписанта многих международных договоров по правам человека, и надо доносить международной общественности, что за это нужно наказывать. Преступление нужно наказывать. И если мы найдем пути, каким образом популяризировать эту тему, каким образом донести ее до международной общественности, то тогда мы можем даже и выиграть, потому что к России будет применено больше санкций и давления. Вот вы, когда были в заключении, вы общались с российскими правозащитниками, они старались вам помочь? К сожалению, нет. Когда я был в заключении, ко мне вообще никто не приезжал, кроме моего адвоката. Ну, наверное, это связано с тем, что я был в Белгороде, а большинство таких общественных наблюдателей, они находятся в Москве, и ко мне никто не приезжал. И это, скажем, не добавляло мне сил. А после того, как вас освободили, вы пытались как-то в вашей деятельности задействовать эти российские правозащитные механизмы? Ну, даже в вашей студии я был с Зоей Световой. И, скажем, есть российские общественные организации, которые стараются чем-то помочь, но они слишком слабые в России. Даже тот общественный наблюдательный комитет, они, российская власть старается максимально сделать лояльным к себе и уничтожить. То есть сделать его формальным. Ну, то есть на общество рассчитывать в данном случае не приходится? Не приходится, потому что общество верит телевизору, а по телевизору там полностью показывают то, что выгодно власти, и люди этому верят. На общество мало надежды. На отдельных правозащитников разве? Дороги к свободе в студии Виталий Портников. Эту видеопрограмму «Свободы» слушайте в нашем радиоэфире и смотрите на канале «Настоящее время». Наш гость сегодня Юрий Яценко, бывший российский заключенный, гражданин Украины, который находился в России в тюрьме на протяжении года. А сейчас специальный представитель Министерства иностранных дел Украины по вопросу о освобождении украинских политзаключенных из российских тюрьм. Ну вот, кстати, я хотел вас, Юрий, спросить о том, что происходит с людьми, когда их освобождают вообще. Насколько украинское государство думает об освобожденных? Это ведь тоже очень важный вопрос, мне кажется. Это большая проблема, потому что большинство политзаключенных, ну то есть людей, которые задержаны по политическим мотивам, против них сфабрикованы дела, большинство из них либо жители Крыма, крымские татары, и им некуда возвращаться. То есть, допустим, их отпускают, привозят в Украину, где они должны жить. Это законом не предусмотрено, никаких социальных гарантий для них. Вообще, такого понятия законного в Украине нет, как политзаключенный или человек, потерпевший от политических репрессий. Первое, им негде жить, никакой реабилитации, никаких средств для существования. То есть, это надо регулировать уже на уровне законодательном, создавать закон или изменения в другие законы вносить. Потому что даже если люди возвращаются, им некуда будет возвращаться. Хорошо, что у меня во Львове дом, семья, близкие, я вернулся, могу здесь жить, как жил. А что делать тем остальным, которые вернутся, где они банально, где они просто жить будут? За что существовать хотя бы в первое время? Этот вопрос вообще не решен. Геннадий Афанасьев, когда возвратился, та же проблема с ним была. И она, скажем, решилась довольно так неоднозначно, потому что жилье нашли, но оно не в собственности. А он просто с семьей пользуется им. И если возвратятся еще несколько людей, куда их селить? Ну, это может в этом думать государство, в принципе. Это государство для таких вещей существует, по большому счету. Я не знаю никакого органа, который об этом думает, то есть, который принимает какие-то действия, чтобы создать условия. То есть, ничего не делается в этом направлении. Это я абсолютно ответственно говорю. Ну, то есть, фактически, забота государства о заключенном заканчивается в момент, когда он освобождается. Так вот можно сказать, да? Пока да, к сожалению. Можно здесь что-то менять по-вашему? Может, как-то ситуативно будет это решаться, но пока никаких гарантий нет совсем. Но ведь люди же могут нуждаться не только в жилье и работе. Они могут нуждаться, опять-таки, как показывает ваш опыт, в медицинской помощи. Я уже не говорю там о том, что нужна психологическая поддержка, но есть банальная медицинская помощь. Люди приезжают из российских тюрьм не очень здоровыми. Это не курорт, мягко говоря. Ну да, теоретически, согласно законодательству, каждому могут оказать медицинскую помощь. Но та же реабилитация совсем не предусмотрена для этой категории населения. Ну вот, если мы говорим о структурах, которые в последнее время созданы. В принципе, вы можете сказать, что государство сейчас пытается, украинское, по крайней мере, разработать некую систему, которая позволит надеяться, что украинские граждане будут освобождены, помимо общественного давления, помимо прав человека. Но как вы расцениваете сам диалог межгосударственный? Я через губернатора Львовской области обращался к президенту. Я через министра Климкина, ну, Климкину обращался с просьбой объединить силы организаций, которые занимаются политзаключенными, и услышать их, быть с ними на связи. Потому что не было единственного коммуникационного центра, и просьбы моих правозащитников были услышаны, и Климкин создал в начале сентября платформу при МИДе. Туда входят эти гражданские организации, КрымСОС, ЕвромайданСОС, Центр громадянских свобод, украинская гельсинская спилка, Крымско-татарственный ресурсный центр. И сейчас уже представители МИДа, компетентные представители МИДа, уполномоченные, они каждый день на связи. Это к счастью. И если надо какое-то заявление сделать по поводу задержания кого-то, или по поводу пыток, применяемых кому-то, они делаются и они слушают. Кроме того, раз на месяц приблизительно мы собираемся в МИДе вместе с министром Климкиным Ириной Герашченко и решаем наиболее сложные вопросы. Есть возможность их решить? Есть возможность обсудить, донести и отзыв есть. Пока отзыв есть, но он должен быть, это должен быть не просто отзыв на какую-то, на ту или иную проблему. Это должно быть принято системное решение по созданию органа, уполномоченной или уполномоченного человека, который будет за это отвечать, иметь ресурсы, иметь план действий, стратегию, ее реализировать. Потому что освобождение политзаключенных, это не только переговоры между президентами, это не только переговоры в Минске или между спецслужбами, эффективность которых мы видим. То есть не видим. Но это еще каждодневная работа с адвокатами, родственниками, анализ дел с международными организациями. Это разработка стратегии. Этого нет. Ну вот, кстати, о контактах с родственниками. Как они вообще могут помочь в данном случае? Потому что я видел немало людей, которых действительно близкие находятся заключения в России. Они очень надеются, что их освободят. Мне кажется, что эти люди готовы за любую соломинку ухватиться. Да, и эти люди наиболее инициативные в этом вопросе. И нужна стратегия, нужна системная работа. То есть нужен ответственный орган с полномочиями. Есть МИД у нас, есть у полномочия президента. Но у них еще много заданий, дел и освобождение политизаключенных, возможно, на одном из первых мест, но не основное задание. И они не могут пределить все свое время решению этого вопроса. Поэтому нужно создавать орган компетентный. Вот вы коснулись в начале нашего разговора совета, что украинским гражданам лучше не ехать в Россию. Об этом, говоря, знаете, практически с начала конфликта, по сути, от момента аннексии Крыма. Но это ни на что не влияет. Кстати, уже даже официальные структуры начинают украинские граждане предупреждать, что вот с ними могут произойти определенные проблемы при пересечении российско-украинской границы, что никто ничего не гарантирует. Но люди ездят в огромном количестве. И вам любой российский, вот мой коллега, скажет, ну видите, у нас тут масса украинцев, их никто не трогает, они ходят по улицам, работают. Эти люди должны понимать, что они попадают в зону риска. И задание государства довести до них эту информацию. Я думаю, каждый допускает, что с ним может что-то случиться, но он, как бы, так как я, полагается на вероятность, очень малую вероятность того, что тебя задержат. Но она существует. И поскольку мы сильно были связаны экономически, родственными связями с Россией, то поэтому люди дальше ездят и они рискуют. А задание Украины и международной общественности обеспечить им там безопасность. А как Украина может там обеспечить безопасность? По-моему, когда человек пересекает границу, то за его безопасность отвечает только Российская Федерация. Они не всесильные. И даже их внутренние органы очень сильные, но не всесильные. И если эффективно действовать именно в международном плане, то если бы были санкции со стороны международной общественности ужесточеннее, то наших граждан бы не задерживали. Более того, я скажу, если бы даже не велась та политика, которая ведется, по донесению до мира правонарушений со стороны российской власти к украинским гражданам, то политзаключенных было бы намного больше. И я считаю, что 40 людей это много, но если бы не наказывать Россию, их бы было намного больше. А как получилось, что вот с момента вашего освобождения так увеличилось количество задержанных? Вы вообще можете себе это объяснить? Я думаю, ну это я допускаю, что Путин увидел эффективность этого плана. То есть шантаж украинской власти путем захвата заложников. В украинском медиапространстве создается картина, что власть не защищает своих, не освобождает своих, что она беспомощна. Она бросила своих. И это один из путей дестабилизации ситуации в Украине. Это раз. И один из вариантов торговаться за политические уступки. А вот скажите, вы же из Львова? Да. Я так понимаю, вот можно говорить, что ваше, так сказать, если хотите, региональное происхождение тоже было одной из мотиваций вашего задержания? Что вот так подобное, так сказать, место рождения и прописка в паспорте, это уже некий дополнительный элемент риска? Или все же это не очень важно, откуда вы приехали? Я думаю, да. Ну, то есть там, особенно последним временем, образ фашиста, образ… Если ты со Львова, ты автоматически из правого сектора, почему-то. Если ты из правого сектора, значит, ты специально обучен. Шпион, диверсант. И когда я заходил в камеру к уголовникам, которые осуждены на более 10 лет, на затяжкие преступления, они меня боялись, потому что я со Львова, и мое дело ведет ФСБ. Понимаете, они… То есть они тоже смотрят телевизор? Да, они смотрят телевизор, и они спрашивают, контрразведка ФСБ, ты со Львова? В этом обществе даже таким образом можно получить уважение, какой ты страшный. А потом у них удивленные глаза, что ты, как нормально, человек, выглядишь, общаешься, вроде бы вообще совсем нормальный. И это удивление изменяло им сознание. А как они хотели, чтобы вы выглядели, если они сами, как вы говорите, рецидивисты? Как должен выглядеть в создании рецидивиста человек из Львова? Человек из Львова – это обученный специально агент. Меня даже один сокамерник называл агент Смит, что меня обучили американцы. И каждый день я говорил об американцах, о том, что они захватили второй этаж СБУ в Украине. Это реально с начальником СИЗО я общался на эту тему, с начальником режима СИЗО. И им интересно было пообщаться со мной, как у нас там Ярош все контролирует вместе с американцами. То есть это мне смешно было, это мне понимало настроение, но это полный абсурд. Но вы же находились в Белгороде. Белгород находится в нескольких километрах от Харькова. Это вот Украина, она рядом. Это не то, что, знаете, какая-то российская глубинка, где об Украине знают только понаслышке. Вот Украина, а вот телевизор, который всегда правду говорит. И поэтому, ну, например, мой начальник СИЗО был во Львове в декабре 2013 года. Я спросил его, видели вы там фашисты? Он сказал, нет, нормальный город, красивый. Но остальное начальство там, начальник режима и другие должности, они не верили. Они просто были свято уверены, что я специально обучен Ярошем. А я о правом секторе вообще не знал тогда ничего, кроме того, что они были на Майдане. Даже не знал конкретно, кто туда входит. Вы вообще как ощутили в таком случае, что это именно вера или вот такое вот, понимаете, спасительное желание за этой телевизионной информацией укрыться, чтобы оправдать хотя бы действия по отношению к вам? Потому что тогда понятно, что они делают. Они не нарушают законы, защищают Родину. Если мы говорим, например, о представителях ФСБ, они, по-моему, они объективно знали картину. То есть они знали, почему они меня поймали, кто я такой. А если говорить о представителях СИЗО, которым ФСБшники же сказали, что я опасный человек и агент, то их не переубедишь. Если ФСБ сказала, значит так и есть. Если говорить о уголовниках, им телевизор объяснил, кто такие люди с Львова. И если мной занимается контрразведка ФСБ, значит я непростой человек. То есть все-таки можно сказать, что в российском обществе поддержка, вот этот миф, она такая массовая, что она существует от того, кто охраняет, до того, кого охраняет. Да, да. Это большой успех. И они, первое, они создают миф, а потом сами в это верят. То есть сами создают и сами себя убеждают. Это интересно. Это как феномен было. Отличается это от украинского сознания, да? Здесь, по-вашему, не так верят в телевизор? Что в Украине отличается? Потому что в Украине верят в телевизор, но в нас хотя бы больше разных мнений. И люди, да, влияет на них телевизор, но не настолько, как в России. У нас во Львове к россиянам нормально относятся, и они с удивлением приезжают во Львов, и что на них не нападают. Они даже могут по-русски разговаривать. Они настолько удивлены. У меня соседка из первого этажа всю жизнь по-русски говорит, и никто мне не верит. До сих пор? Наверное, до сих пор не верят. Я им говорил, но не верят. А вы верите, что удастся освободить людей, которые сейчас находятся в России? Я верю, что удастся, и я думаю, даже много людей будет освобождено в ближайшие несколько лет. То есть они эти свои сумасшедшие строка до конца сидеть не будут. И все-таки эта политика, эта волна по популяризации этой темы, по помощи политзаключенным, она поднимается. Вот смотрите, когда я возвращался из России, из тюрьмы, обо мне, я думаю, президент Порошенко даже не знал. Хотя я официально числился в МИДе, то есть как политзаключенный. Но через год кампании по освобождению политзаключенных уже за Афанасьевым, Солошенко уже летал президентский летак. Это именно, я думаю, результат борьбы общественной организации и популяризации этой тематики, что она стала пока темой номер один для украинского государства. Каждую неделю президент делает соответствующие заявления по поводу политзаключенных. И на каждой встрече украинские делегации поднимают этот вопрос, и это очень хорошо. Поблагодарю вас, Юрий, пожелаю удачи. И напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был Юрий Яценко, бывший российский политзаключенный. А сейчас специальный представитель Украинского министерства иностранных дел по вопросам освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем. Это были «Дороги к свободе». В студии был Виталий Портаков. Эту видеопрограмму «Свобода» вы можете слушать в нашем радиофиле и смотреть на канале «Настоящее время». Всего хорошего. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин